Добрый день, дорогие слушатели! У нас сегодня тема поведения производителя. И мы будем подробно с вами рассматривать, что такое фирма, ее роль в рыночной экономике. Второй вопрос касается целей фирмы. Мы разберем такие понятия, как доход, издержки и прибыль. И третий вопрос нашей темы – это классификация издержек фирмы. Приступаем к первому вопросу. Основными экономическими агентами в любой экономической системе у нас являются домашнее хозяйство и фирмы. Если домашнее хозяйство у нас выступает в качестве потребительских ячеек экономики, то фирмы являются производственными ячейками. Что же такое фирма? Фирма – это организация, осуществляющая затраты факторов производства для создания жизненных благ и их продажи с целью получения прибыли. Ну, нужно сказать, что такое определение фирмы, оно в основном касается производственных фирм. Тем не менее, мы с вами при своих рассуждениях будем основываться именно на этом определении. Вы, наверное, знаете, что фирмы в рыночной экономике отличаются друг от друга, например, по профилю работы, размеру, характеру продукции, структуре управления, организационно-правовой форме. Но все они, тем не менее, объединяются одним общим понятием – фирма. Различают следующие виды фирм. Первое – это по характеру потребляемого сырья. Фирмы заняты либо в добывающей, либо, скажем, в обрабатывающей промышленности. Второй показатель – это назначение готовой продукции. Фирмы заняты либо в производстве средств производства, ну, это, например, скажем, станкостроительные, там, приборостроительные фирмы, или, скажем, в производстве предметов потребления. Это, например, фирмы, которые производят продукты питания, одежду, обувь, бытовую технику, ну, скажем, изделия, предметы личного пользования и тому подобное. Следующим показателем является зависимость от технологической общности. Здесь выделяют фирмы с непрерывным процессом производства. Это, например, такие виды деятельности, как плавка стали, производство пластмасс, продукты в перегонке нефти и тому подобное. И дискретным процессом производства. Ну, например, скажем, это сверление, резка, строгание, резировка и тому подобное. Также выделяются фирмы по времени работы в течение года. Здесь у нас различают фирмы круглогодичного действия. К таким фирмам можно отнести фирмы, скажем, занятые добычей полезных ископаемых, там, обрабатывающие производства. Сюда можно отнести также сектор финансовых, страховых, медицинских услуг и фирмы сезонного действия. Ну, это предприятие, прежде всего, связанное, там, скажем, с деятельностью в сельском хозяйстве. Ну, также связано с переработкой, скажем, сельскохозяйственного сырья. Или, там, занятые в лесном хозяйстве, в рыболовстве, строительстве, в туризме. Это вот сюда они у нас относятся. Следующий показатель – это размеры фирм. Вот в зависимости от размера российские фирмы у нас подразделяются на четыре группы. Первая – это крупные фирмы. Значит, основными критериями их выделения является годовая выручка свыше одного миллиарда рублей и численность работников свыше 250 человек. Средние фирмы – это фирмы, у которых годовая выручка до одного миллиарда рублей и численность работников от 100 до 250 человек. Также выделяются малые фирмы, годовая выручка которых составляет до 400 миллионов рублей и численность работников от 16 до 100 человек. И выделяются микрофирмы, годовая выручка которых составляет до 60 миллионов рублей и численность работников не более 15 человек. Чаще всего у нас фирмы рассматривают по организационно-правовой форме их деятельности. У нас выделяются следующие организационно-правовые формы. Первое – это товарищество. Товарищество у нас могут быть полное товарищество и товарищество на вере. У нас выделяется общество. Общество, как правило, чаще всего встречается такая форма, как общество с ограниченной ответственностью. Отдельно выделяются акционерные общества. Они бывают публичное акционерное общество и непубличное акционерное общество. Следующим организационно-правовой формой являются унитарные предприятия. У нас выделяют унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения, и унитарные предприятия, основанные на праве оперативного управления. У нас выделяются другие различные виды фирм, производственные кооперативы, крестьянские фермерские хозяйства, с 1 января 2010 года у нас была введена такая форма, и хозяйственное партнерство. Любая фирма, которая выходит на рынок, она преследует определенную цель. Цели у фирм могут быть самыми различными. Наиболее чаще встречающиеся цели, которые преследует фирма, это максимизация прибыли. Эту цель преследует большинство фирм, находящихся в частной собственности, занимающихся производством и реализацией каких-либо товаров или услуг. Помимо этой цели основной, у нас встречается еще такая цель, как максимизация чистого дохода, особенно в части заработной платы плюс прибыль. В этом заинтересованы производственные фирмы, которые находятся в собственности трудовых коллективов. Такая цель еще существует, как максимизация дохода или оборота. Этой цели стремятся достичь некоммерческие организации, например, биржи, ассоциации фермеров, торгово-промышленные палаты, которые существуют за счет взносов и сборов. Ну и четвертую цель, которую я назову, это усиление влияния, максимизация расходов. Наверное, странно покажется вначале, что это такая за цель, максимизация расходов. Но вот этой целью у нас руководствуются различного рода общественные организации, которые существуют за счет взносов или благотворительных отчислений. Но, тем не менее, у нас с вами речь пойдет только о тех фирмах, которые ставят своей целью максимизацию прибыли. И таких фирм на рынке большинство. Поэтому давайте для начала выясним, что такое доход, издержки и прибыль. Доход. Доход – это выручка от продажи продукции. Главным ограничителем дохода у нас являются издержки. Издержки – это затраты на приобретение всех факторов производства. Как правило, они включают расходы на покупку сырья, материала, топлива, энергии, а также амортизацию, заработную плату, процент за кредит, арендную плату и тому подобное. Нужно отметить, что на сегодняшний день на российских предприятиях 2 трети всех издержек у нас является заработная плата. Поэтому действительно это существенные издержки для предпринимателей. У нас различают бухгалтерские и экономические издержки. Бухгалтерские издержки – еще их называют явные издержки производства, или денежные издержки, или внешние издержки. Это все бухгалтерские издержки. Бухгалтерские издержки – это расходы на все факторы, которые фирма приобретает за ее пределами, то есть которые поступают извне. Экономические – еще их называют альтернативные издержки. Это доходы, которые могли быть получены при наилучшем альтернативном использовании ресурсов. Нужно отметить, что экономические издержки больше бухгалтерских издержек на величину неявных, то есть внутренних затрат или упущенных возможностей. Но поскольку не всегда представляется возможным точно определить, какие альтернативные возможности использования ресурсов у фирмы действительно были при расчете неявных издержек, к ним принято относить. Первое – это упущенный процент. Упущенный процент – это доход, который мог быть получен от вложения денежных средств, используемых в производстве, для приобретения оборотного капитала на срочный банковский счет. Второе, что мы относим к альтернативным издержкам – это упущенную арендную плату. Упущенная арендная плата – это доход, который мог быть получен от сдачи основных фондов в аренду другим предпринимателям. Ну и третий элемент, который мы также относим к альтернативным издержкам – это альтернативная стоимость предпринимательской способности или нормальная прибыль. Нормальная прибыль – это вознаграждение предпринимательской способности, которая необходима для того, чтобы удержать ее в пределах данной фирмы. Обычно она определяется тем максимальным доходом, который предлагают предпринимателю за использование его управленческого таланта другие фирмы. Прибыль. Что же такое прибыль? Прибыль – это разница между доходом и издержками. Подобные издержки у нас различают бухгалтерскую и экономическую прибыль. Бухгалтерская прибыль – это разница между валовым доходом и бухгалтерскими издержками. Экономическая прибыль – это разница между валовым доходом и экономическими издержками. Но опять же, да, нетрудно заметить, что экономическая прибыль меньше бухгалтерской на величину неявных издержек. Ну, а если, скажем, у нас экономическая прибыль меньше нуля, о чем это будет свидетельствовать? Ну, наверное, мы можем сказать, что выбран не самый эффективный вариант использования ресурсов. Но это не означает, что в краткосрочном периоде фирма должна выходить из бизнеса. Если экономическая прибыль равна нулю, это оптимальная ситуация для условий совершенной конкуренции, когда фирма, максимально эффективно использующая ресурсы, размещает в себе только их альтернативную ценность, а предприниматель получает только нормальную прибыль. Ну и, наконец, если, скажем, экономическая прибыль у нас выше нуля, о чем это может свидетельствовать? О том, что фирма имеет некую монопольную власть на рынке, позволяющую получать ей, кроме, скажем, нормальной, еще и монопольную прибыль. Ну, вот мы с вами сказали о том, что у нас издержки, да, они являются, по сути, тем ограничителем для фирмы, которые, как бы, мешают им достигать той цели, которую они ставят при выходе на рынок. Поэтому давайте мы сейчас больше внимания с вами уделим вот именно теории издержек. Существуют разные подходы на сегодняшний день в экономической теории к процессу формирования издержек. И вообще, как бы, вот теорией издержек у нас занимались многие ученые. В частности, скажем, Карл Маркс, он, например, анализировал процесс формирования издержек непосредственно по элементам издержек в производстве. То есть он отдельно рассматривал затраты на заработную плату, на материалы, на топливо и тому подобное. То есть абсолютно абстрагируясь от колебания цен вокруг стоимости, поскольку всецело сосредоточил свое внимание на основном источнике создания стоимости – это труде. А вот в современных трудах западных ученых, которые, как бы, восходят к трудам представителей неоклассической концепции, такие, скажем, как Маршалл, Пигу, Кларк, здесь особое внимание обращается на взаимосвязь между объемом производства и издержками. Вот поэтому мы с вами сейчас рассмотрим неоклассический подход, который нам вот как раз представили неоклассики. Издержки в краткосрочном периоде делятся на постоянные и переменные. Постоянные издержки, они не зависят от объема выпускаемой продукции. То есть эти издержки существуют всегда, даже тогда, когда никакой продукции не выпускается. А, как правило, к постоянным издержкам мы относим стоимость оборудования, проценты по займам, кредитам, амортизационное числение, арендную плату, скажем, расходы на охрану, содержание оборудования и тому подобное. В отличие от постоянных издержек, переменные издержки, они зависят от количества производимой продукции. То есть они связаны прежде всего с затратами на покупку сырья и рабочей силы. Если графически мы посмотрим, вот определение как раз дается постоянным издержкам, переменным издержкам и общим издержкам. И графическое изображение этих издержек мы тоже с вами видим. То есть мы с вами видим, вот синим у нас выделены общие издержки, сейчас мы о них чуть позже скажем. Красные – это постоянные издержки, которые не зависят от количества произведенной продукции. Поэтому прямая ФЦ, то есть постоянных издержек, она параллельна оси Абцесс. Ну вот, а динамика переменных издержек, мы видим, что она неравномерна. То есть начиная с нуля, по мере роста производства, они первоначально у нас растут достаточно быстро. Затем по мере дальнейшего увеличения объемов производства, начинает сказываться фактор экономии на массовом производстве. И рост переменных издержек становится уже более медленным, чем увеличение продукции. Ну вообще говоря о такой классификации, на постоянное деление, на переменные издержки, она весьма условна, поскольку отнесение издержек на тот или иной ресурс с постоянным переменным затратом зависит от продолжительности периода времени, за которым мы проводим анализ. Так, скажем, в долгосрочном периоде все издержки у нас являются переменными, поскольку все оборудование, оно может быть заменено. То есть, скажем, был завод, мы его снесли, построили новый. Там, скажем, за долгосрочный период, там был персонал, мы уволили весь персонал, набрали новый. Или вообще переквалифицировали производство. В краткосрочном периоде, даже мгновенном, наверное, краткосрочном периоде, издержки у нас все являются постоянными. Почему? Потому что невозможно за очень короткий период изменить хотя бы один из факторов производства. Ну, а в краткосрочном периоде, в среднесрочном периоде все издержки могут быть как постоянные, так и переменные. Так как, скажем, при прочих равных условиях, ну, мы можем, как бы, ну, незначительно изменить один из факторов производства. Ну, и у нас вот общие издержки, они тоже стоит сказать. Общие издержки, это валовые издержки. Это является суммой постоянных и переменных издержек. Ну, вот на графике, опять же, да, суммирование постоянных и переменных издержек означает сдвиг вверх линии переменных издержек на величину ОФ по оси ординат. Ну, вот всегда ли производители интересуют общие издержки? Насколько они информативны? Ну, наверное, все-таки производители будут больше интересовать издержки на единицу продукции. Здесь уместно сказать о средних издержках производства. Средние издержки производства рассчитываются как частное отделение величины издержек на количество единиц продукции, произведенной фирмой. Точно так же, как и постоянные переменные издержки, средние издержки делятся на средние постоянные и средние переменные издержки. Графически они выглядят вот следующим образом. И формулы тоже переведены, вы видите у вас справа. График рассматриваемой функции средних постоянных издержек, он, в общем-то, достаточно, ну, простой, на мой взгляд, легко объясняется. Он имеет вид гиперболы. Ну, вот здесь вот у нас красным штриком, красным выделено. Не знаю, насколько корректно, но, в общем, на слайде вы можете это посмотреть. Вот у нас тут график функции. То есть, когда выпускается малое количество единиц продукции, на них падает вся тяжесть постоянных издержек. При увеличении объема производства средние постоянные издержки снижаются, и величина их стремится к нулю. А вот характер функции средних переменных издержек АВЦ не может быть обоснован так же просто, как и функции средних постоянных издержек. И определение их требует некоторых умозрительных предположений. Ну, традиционно применяемый вид функции АВЦ, соответственно, функции АЦ, выводится из так называемого закона убывающей производительности, который гласит, что, начиная с некоторого момента, каждая следующая используемая единица переменного фактора приносит меньшее приращение общего выпуска продукции, чем предыдущая. Это с одной стороны, да, то есть действует закон убывающей производительности на эти издержки. А с другой стороны действует фактор экономии на масштабе производства. Ну, вид кривой средних общих издержек определяется видом кривой средних переменных издержек АВЦ, построенной исходя из закона убывающей производительности, и видом кривой средних постоянных издержек. Ну, я еще раз повторю, то есть он имеет такую V-образную форму, вот у нас как бы не совсем, конечно, голубым показано, но тем не менее представление, в общем-то, какое-то есть. То есть, еще раз повторю, что кривая средних валовых издержек, обычно имеющая V-образную форму, она сначала, значит, средние издержки мы видим весьма высокие, это связано с тем, что большие постоянные издержки распределяются на незначительный объем продукции. По мере роста производства, постоянные издержки приходятся на все большее число единиц продукции, и средние издержки быстро падают, доходя до минимальной точки, в нашем случае доходя до пункта 5. По мере роста объема производства, основное влияние на величину средних издержек начинает оказывать не постоянные, а переменные издержки, поэтому вследствие закона обывающей производительности, кривая начинает идти вверх. То есть, мы видим, что кривая средних валовых издержек непосредственно зависит от кривых средних постоянных и средних переменных издержек. Ну, нужно отметить, что кривая средних издержек, она имеет очень большое значение для предпринимателя, поскольку позволяет определить, при каком объеме производства издержки на единицу продукции будут минимальными. Вид кривой средних общих издержек, вот, и эти издержки следует отличать от предельных издержек производства, МЦ на графике. Предельные издержки представляют собой дополнительные издержки, то есть издержки связаны с производством еще одной единицы продукции. Изменение предельных издержек по мере увеличения количества производимой продукции, оно подобно изменениям средних общих и средних переменных издержек. Ну, а сейчас мы с вами увидим на графике, имеет более выраженные стадии снижения и возрастания, то есть более высокий темп падения и роста. Ну, мы видим с вами вот алгебраически, да, формулу, как у нас вычисляются средние издержки, предельные издержки, прошу прощения. И я хочу вас обратить внимание, да, вот на последнюю формулу, то есть почему у нас предельные издержки, это производные от переменных издержек. Потому что эти издержки связаны с производством еще одной дополнительной единицы продукции. То есть они не зависят от постоянных издержек, так как мы только что с вами сказали, что постоянные издержки, они существуют всегда, независимо от количества произведенной продукции. Ну, кривая, давайте посмотрим предельных издержек, как она у нас сформируется, прошу прощения, значит, вот так, предыдущий график. Мц, таким сиреневой пунктирной линии, то есть кривая предельных издержек, сначала предельные издержки сокращаются, оставаясь ниже средних издержек. Это объясняется тем, что если издержки на единицу продукции убывают, следовательно, каждый последующий продукт стоит меньше средних издержек предшествующих продуктов. То есть средние издержки выше предельных. Ну, это может быть за счет, скажем, эффекта масштаба производства, за счет увеличения объема производства и так далее. Последующий рост средних издержек означает, что предельные издержки становятся выше предшествующих средних издержек. Таким образом, мы с вами видим на графике, линия предельных издержек пересекает линию средних издержек, ну, скажем, там, минимальной точке M, равной, скажем, величине, на нашем графике, количеству 3. Хочется отметить, что вместе с тем производство дополнительной единицы продукции, порождая дополнительные издержки, с другой стороны, приносит и дополнительный доход, то есть выручку от ее продажи. Величина этого дополнительного или предельного дохода, она представляет собой разность между выручкой от продажи n-ого количества товара и единицей приращения. Вот, введя все эти понятия, мы можем с вами проанализировать положение фирмы на рынке. Так, ну, здесь вот графика, к сожалению, у нас нет, поэтому это, наверное, будет сложно. Ну, скажем, введя вот данное понятие, понятие предельных издержек и предельного дохода, нам легче с вами будет определить точку равновесия фирмы или точку, где фирма прекращает производство, добившись максимально возможной при данной цене массы прибыли. Ну, очевидно, да, что фирма будет расширять объем производства, пока каждая дополнительно произведенная единица продукции будет приносить ей дополнительный доход. То есть, другими словами, пока предельные издержки будут меньше, чем предельный доход, фирма может расширять производство. Если, скажем, предельные издержки начнут превышать предельный доход, фирма будет нести убытки. Таким образом, у нас складывается условие равновесия фирмы на рынке. Его можно сформулировать следующим образом. Для рынка совершенной конкуренции – это когда предельные сдержки равны предельному доходу и равны рыночной цене. Для рынка несовершенной конкуренции – когда предельные сдержки равны предельному доходу. И любой конкурент, добивающийся прибыли, стремится установить такой объем производства, при котором будет соблюдаться это условие равновесия. Соотношение предельных издержек и предельного дохода – это своего рода сигнальная система для предпринимателя, которая информирует его о том, достигнут ли оптимум производства или можно ожидать дальнейшего роста прибыли. Давайте сейчас посмотрим, как ведет себя фирма в долгосрочный период. Стратегия фирмы в долгосрочном периоде строится исходя из изменения как объема оборудования, так и производственной инфраструктуры. Что же такое долгосрочный период работы предприятия? Это период, достаточный для того, чтобы изменить производственные мощности. Особенность изменения затрат и издержек производства в долгосрочном периоде порождает необходимость их анализа на основе долгосрочных средних и предельных издержек. Долгосрочные средние издержки олицетворяют издержки на единицу объема выпуска, при этом возможно изменение всех факторов производства за анализируемый период. Для долгосрочных средних издержек закономерно их первоначальное снижение с расширением производственных мощностей и ростом объема производства. Однако в итоге ввод все больших и больших мощностей приведет к росту долгосрочных средних издержек. Графическая связь между издержками производства единицы продукции и объемом выпуска в рамках долгосрочного периода отражает кривая долгосрочных средних издержек, которую вы как раз видите на слайде. Кривая долгосрочных средних издержек показывает наименьшие долгосрочные средние издержки производства каждого объема выпуска, когда все факторы являются переменными. Перемещение вдоль кривой долгосрочных средних издержек, в ходе которых допускается свобода выбора объема всех используемых видов затрат, получили название «изменение масштаба производства». Причем надо заметить, что с изменением масштаба производства изменяются и долгосрочные средние издержки. Графически это будет выглядеть таким образом. То есть мы видим с вами положительный эффект масштаба – это кривая 1, постоянный эффект масштаба – это кривая 2 и отрицательный эффект масштаба – это кривая 3. Экономия от масштаба, положительный эффект масштаба, он возникает, когда средние издержки падают по мере увеличения объемов производства, ну то есть объемов выпускаемой продукции. И главные элементы здесь – это управление и специализация производства, а также технологии и эффективное использование оборудования. Помимо этого мы можем с вами рассмотреть положение фирмы в краткосрочном периоде. Как ведет себя фирма в краткосрочном периоде? В условиях совершенной конкуренции при любом сложившемся уровне цены у нас существует своего рода внешний предел, при котором, скажем, производители вступают в данную отрасль, либо они выталкиваются из нее. Повышение цены обуславливает появление новых фирм и сохранение старых. Снижение цены приводит к тому, что предприятия с высоким уровнем издержек, они становятся убыточными и должны покинуть данную отрасль. В краткосрочном периоде в расчет у нас принимаются только средние переменные издержки, постоянные издержки не учитываются. Ну и положение фирмы на рынке в краткосрочном периоде мы можем проиллюстрировать тремя вариантами. Ну, первый вариант – это когда линия цены лишь касается кривой средних издержек, минимальной точки, скажем, точки М. И мы имеем дело с так называемой предельной фирмой. То есть она при данном уровне цены в состоянии лишь покрыть свои минимальные средние издержки. И ей, так сказать, безразлично остаться в данной отрасли или уйти из данного рынка. Ну и таким образом, пересечение кривой линии цены и кривой средних издержек в этой точке, а это является точкой нулевой прибыли. Ну, поскольку здесь, если мы проведем, скажем, нарисуем график, проведем линии, то здесь будут пересекаться и средние общие издержки, и предельные издержки. А средние переменные издержки мы можем предположить, что они будут ниже этой линии цены, то есть ниже точки М. Если средние издержки ниже цены, то фирма, находясь в положении равновесия, получает в среднем прибыль более высокую, чем нормальная прибыль. То есть мы говорим, она получает сверхприбыль ликвази ренту. Такое положение фирмы называется допредельная фирма. Ну, и если средние издержки фирмы при любом объеме производства будут выше рыночной цены, то данная фирма терпит убытки, и мы можем предположить, что она разорится, если, скажем, не будет реорганизована и не уйдет с данного рынка. Такая фирма называется запредельная фирма. Ну, вот, пожалуй, основные положения по данной теме мы с вами разобрали. Я полагаю, что вы еще посмотрите данный материал в учебных пособиях, которые вам рекомендованы. Нашим центрам. И ответите на те вопросы, которые у нас есть в контрольных заданиях. Всего доброго, до свидания.